Всем привет, ребята! Вы на канале Клюквит ТВ и сегодня хочу представить вам целых три новых фильма, которые я посмотрела на этой неделе. И первый из них это, конечно же, Борат 2. Не знаю, как вы, а я очень ждала этот фильм. Да хоть бы карантин, не кончай совсем. Первую часть Бората я посмотрела очень давно, это было, наверное, лет 10 назад. Я его смотрела наверное раз пять в разных компаниях с разными друзьями, потому что, блин, он реально очень смешной и каждый раз просмотр этого фильма это реальная ржака. Здесь также, как и в первой части, очень много пошлого сортирного юмора, за которым мы так и полюбили Бората, но вторая часть, я бы даже сказала, немного лайтовее, в плане того, что она получилась какая-то даже, можно сказать, трогательная и добрая. В центре сюжета у нас все также казахский журналист Борат, который едет покорять Америку спустя 14 лет, только на этот раз уже в тандеме со своей дочерью. Здесь, несмотря на вот этот чернейший юмор, поднимаются довольно острые социальные проблемы здесь и политика, и феминизм, и взаимоотношения отца и дочери, и актуальная, как никогда, тема коронавируса. И этим Борат 2 меня, конечно, очень удивил. Мне, как и любому нормальному человеку, уже по горло вся эта толерантность в кино и сериалах, эти афроамериканцы, геи, лесбиянки, феминистки. Вы можете закидать меня камнями, но, блин, я считаю, что этого реально стало чересчур много в кино. Уже тошно смотреть новые фильмы и сериалы, потому что они все по одному клише сняты. Но чем мне понравился Бора? Там большую часть фильма занимает тема прав женщин и феминизма, и мне понравилось то, что он одинаково высмеивает как притеснение этих прав женщин, так и слишком фанатичный, что ли, феминизм. Не знаю, как это назвать, но вы меня, в общем, скорее всего, поняли. Во всем, как говорится, нужна золотая середина. Мне, конечно, доставили шутки про то, что женщина это нелюбимый ребенок по сравнению с сыновьями. Женщина не может водить, не может читать, иначе ее единственная извилина в голове лопнет. В общем, там очень много ржачных моментов по поводу вот этого предвзятого отношения к женщине. Ваш на крышу человек едет, да еще без ремня безопасности. В машины только мужик и медведя можно пускай. Но это реально от счастья до сих пор где-то еще есть, особенно в мусульманских странах. И очень хорошо, что Бора 2 высмеивает это все, и в нем очень теплый, хороший, добрый конец, как в сказке, который оставляет очень хорошее послевкусие. Еще порадовало, что в заключительных титрах излучит наша русская группа Little Big, которая спела кавер на песню Everybody Dance Now. Гордость за наших ребят. И следующий артхаусный фильм, относительно новый, он 2019 года под названием Оленья кожа. Меня сразу заинтересовало описание этого фильма на кинопоиске. Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все свои сбережения и совершать преступления. Также мне хватило малюсенького отрывка из трейлера, чтобы понять, что этот фильм меня точно заинтересует. Вот она та самая годнота подъехала, как говорится. Это абсурдная трэш-комедия. Все, как я люблю. Главную роль исполняет голливудская звезда Жан Дюжарден. И его персонаж – это мужчина средних лет, у которого подтекает крыша. На самом деле нам мало что рассказывать о самом герое. Режиссер оставляет прекрасную возможность нам все самим додумать. Но мы видим, по крайней мере, что у него довольно престижная по тому времени машина. У него есть деньги. Он тратит неприлично большую сумму на кожаную куртку из оленины, которая вообще ему откровенно маленькая. У него торчит все время пузико из-под этой куртки. Это добавляет особый шарм и изюминку этому фильму. Он оказывается в новом городке, где, попадая под влияние своей куртки, притворяется кинорежиссером. Дальше я постараюсь не спойлерить. Скажу лишь одно, что очень хороший хронометраж у этого фильма. Всего 71 или 72 минуты, что позволяет как надо насладиться просмотром и не устать от всего того безумия, что происходит на экране. Когда я смотрела этот фильм, я постоянно думала, блин, что же режиссер хочет сказать? Это какая-то метафора. Что же он высмеивает? Что же тут за тема поднята? На самом деле, каждый, естественно, увидит свое в этом фильме по мере своего, наверное, какого-то жизненного опыта. Но что увидела я? Тут, наверное, высмеивается неразумное потребление, вещизм. Это же на самом деле так. Мы можем придавать большое значение вещам, таким как телефону, машинам. То есть мы реально себя чувствуем увереннее, когда приобретаем какие-то вещи. И, видимо, также наш главный герой в картине, покупая куртку, испытывает какие-то новые ощущения и начинает меняться. Сам по себе фильм он реально захватывает. Хотя это примерно ожидаемо, чем он закончится, но он заставил даже в каких-то моментах меня поволноваться. Еще что мне очень понравилось в этом фильме, что там есть второстепенный персонаж. Не буду опять спойлерить. И у него абсолютно неожиданное поведение. То есть ты ждешь от него одного в фильме, а он ведет себя совершенно по-другому. И это очень крутая фишка от режиссера, я считаю. Это очень круто, когда просмотр картины заставляет твои мозги шевелиться и думать, что же, блин, хочет сказать режиссер. Мне очень нравится такое. От всей души советую вам посмотреть этот фильм. И обязательно напишите в комментариях, если вы его видели или после просмотра, какие мысли толкнул он вас, потому что это очень интересно обсуждать вот такие фильмы. Следующий фильм также 2019 года под названием «Рейв». Не скажу, что я прям в восторге от него, но он, как я считаю, обладает каким-то шармом. Он рассказывает о двух парнях, подростках, которые живут в 1994 году в Европе во времена, когда электронная музыка набирает свою популярность среди молодежи. Мой косяк в том, что я не проверила эту информацию, реально ли власти в то время запрещали слушать эту электронную музыку, то есть запрещались все дискотеки, концерты с музыкой, с повторяющимися битами. Так постоянно озвучивалось это в фильме. Вот даже не знаю, это вымышленный факт или это реально так и было в Европе в 1994 году. Но я думаю, что вполне себе возможно, потому что это, блин, реально так и есть. Все вот эти фестивали электронной музыки, они сопровождаются очень большим количеством людей под наркотическим объединением. И в этом фильме абсолютно все так и показано. Подростки употребляют наркотики и идут на эти вечеринки с электронной музыкой. Это что, вечеринка? Это протест. Вечером в пятницу. Чем мне понравился этот фильм? Во-первых, скажу, что он черно-белый, что я считаю довольно необычный. Я очень давно не смотрела ЧБ-фильмы. Мне не очень близка вся эта тема с электронной музыкой, но мне очень понравилась операторская и режиссерская работа, потому что в кадре чувствуется прям эффект присутствия. Настолько все натурально выглядит и настолько хорошо играют актеры. А история в фильме на самом деле банальная. Уже отснята куча фильмов с таким же похожим сюжетом. Подростки, у которых намечается вечеринка года или вечеринка всей их жизни, если можно так сказать, на которой там будет все, и первые поцелуи, и угрозы жизни, и наркотики, и так далее. Но в Рейве это все снято по артхаусному атмосферно. Хотя я сама уже далеко не подросток, но почему-то я люблю такие фильмы, вспомнить молодость. Хотя, повторюсь, мне вся эта тема с электронной музыкой абсолютно не близка, но посмотреть было интересно, как жила молодежь в Европе в 1994 году, как они развлекались, так скажем. И на этом, ребята, у меня сегодня все. Три фильма я посмотрела на этой неделе и сразу же снимаю на них обзор. Если вы что-то из этого видели, то оставьте свое мнение в комментариях. Ну а также вы, конечно, можете посоветовать, что интересного и новенького мне можно посмотреть. А может быть и старенького, может быть я что-то очень годное пропустила. И если мне понравится ваша рекомендация, я обязательно сниму на нее обзор. Подписывайтесь на канал Клюква ТВ, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok